Добрый день! Вашему вниманию представлена лекция о дисциплине «Металлургия производства цветных металлов» для студентов специальности 5B 0709-00 «Металлургия». Старший преподаватель к актернано-технологии «Металлургия» Сидорина Елена Анатольевна. Тема «Сырье для получения цветных металлов». Дисциплина «Металлургия производства цветных металлов» входит в цикл базовых дисциплин компонентов по выбору. При изучении данной дисциплины необходим следующий список основной литературы, который вы видите на слайде. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирования цехов под редакцией худяков и другие. Шиврин «Металлургия свинца и цинка». Гудема «Технологические расчеты цветной металлургии». Галенбек и другие расчеты пирометаллургических процессов и аппаратов цветной металлургии. Набойченко и другие расчеты гидрометаллургических процессов. Дисциплина «Металлургия производства цветных металлов» ставит целью знакомства с основными металлургическими процессами, используемыми в производстве цветных металлов. Знакомство с современными технологиями переработки металлургического сырья и их аппаратурным оформлением, направлениями их совершенствования, в том числе с точки зрения экологичности, эффективного использования энергоресурсов и возможностей безотходного производства. Знакомство с теоретическими основами и описанием конкретных металлургических процессов, основами технологических расчетов, выбора и расчета оборудования. Задачи дисциплины следующие. Физические и химические свойства цветных металлов. В результате изучения дисциплины студенты могут выбирать методы и способы вне печной обработки стали для ее качества, ориентироваться в оптимальных режимах термической обработки стали, чугунов, цветных металлов и сплавов, подбирать последовательность технологических операций и оптимальный режим обработки продукции в зависимости от марок стали. Осуществлять рациональный выбор основного и вспомогательного технологического оборудования. И по тематике план лекции следующий. Классификация металлов, металлургическое топливо, огнеупорные материалы. Цветная металлургия является исключительно материалоемкой отраслью промышленного производства. При производстве цветных металлов потребляют огромное количество различных полезных ископаемых металлосодержащих материалов вторичного происхождения и других вспомогательных материалов. На слайде мы видим главный принцип размещения цветной металлургии. То есть, как было сказано, в наибольших количествах при получении цветных металлов расходуется рудное сырье. Расход руд на единицу товарной продукции в связи с относительно низким содержанием в сырье цветных металлов чрезвычайно велик. И находится с концентрацией ценного компонента в нем обратно пропорциональной в зависимости. То есть, чем беднее перерабатываемое сырье, тем больше будет расход руды в металлургическом производстве. И вот мы видим для примера, если нам дана одна тонна меди, то нам необходимо 50-100 тонн руды. Если нам дано, чтобы получить одной тонны золота, нам необходимо миллион, около двух миллионов руды. Технологические процессы цветной металлургии. То есть, добыча исходного сырья. Далее, обогащение исходного сырья. Добыча и обогащение, оно тяготеет к источникам сырья. После обогащения металлургический передел, а он также тяготеет к источникам энергии. От передела обработка цветных металлов, то есть переработка вторичного сырья, и он тяготеет к потребителю. Кроме рудного сырья на предприятиях цветной металлургии, часто перерабатывается значительное количество других полезных ископаемых. угля, природного газа, флюсов, кварц, известняк, минеральных материалов для производства в них порох и так далее. Что ж такое руда? Рудой называется горная порода, содержащая в своем составе металл или металлы в таких количествах, которые при современном уровне развития обогатительной и металлургической техники могут быть экономически выгодны, извлечены в товарную продукцию. Состав руды обычно определяют химическим анализом. Однако, для практических целей знание химического состава часто бывает недостаточным. необходимо знать еще вид присутствующих в сырье минералов, минералогический состав и распределение между минералами всех компонентов перерабатываемого сырья, то есть фазовый состав. Знание минералогического и фазового составов позволяет предсказать поведение всех компонентов данного сырья при металлургической переработке, выбрать наиболее рациональную технологию и наиболее правильно выполнить металлургические расчеты в целом. По виду присутствующих металлсодержащих минералов руду цветных металлов делят на следующие основные группы. Их пять групп. Первая группа – это сульфидные. Сульфидные – содержащие металлы в форме соединений с серой сульфидом. К таким рудам в основном относятся медные, медно-цинковые, медно-молибденовые, медно-никелевые и свинцово-цинковые полиметаллические руды. На слайде вам показаны, как выглядит на сульфид цинка и вообще, как у нас выглядит халькоперид и долинит. Вторая группа – окисленные, в которых металлы содержатся в форме различных кислород, содержащих соединений, оксидов-карбонатов, гидроксидов. Примером таких руд служат алюминиевые, окисленные, никелевые, оловянные, некоторые разновидности медных и редко-минтальных руд. На слайде вам также показана, как выглядит у нас руда окисленные, свинцово-цинковые. Третья группа – самородные, содержащие металлы в свободном металлическом состоянии. В самородном состоянии в природе встречаются золото, серебро, медь, платина, висмут и ртуть. На слайде вам также хорошо, четливо видно, как у нас выглядит самородное золото в кварцевой руде. Четвертая группа – смешанные, в которых металлы могут одновременно присутствовать в сульфидной и окисленных формах, а иногда в самородном состоянии. На слайде вам также представлены смешанные медные руды. И последнее, пятое – хлоридные, содержащие металлы в форме солей хлористо-водородной кислоты. Далее переходим в металлургическое топливо. Многие металлургические процессы осуществляются при высоких температурах и связаны затратами тепловой энергии. Необходимые температуры достигаются сжиганием топлива или за счет использования электроэнергии. Основные родновидности топлива имеют органическое происхождение. В состав топлива вводят, входит углерод, водород, сера, кислород и азот, присутствующие в виде различных соединений и составляющие горючую массу. Кроме того, в топливе могут содержаться вода и зола. Негорючая часть топлива, состоящая из оксидов алюминия, кремния, кальция. По агрегатному состоянию различают твердое, жидкое и газообразное топливо, а по способу получения естественное и искусственное. Искусственное топливо получает результаты направленной переработки естественного топлива. В ряде металлургических процессов углеродистые материалы, помимо функций топлива, выполняют роль восстановителей. При сжигании топлива выделяется теплота, количество которой зависит от химического состава топлива и условий его сжигания. Количество теплоты, которое выделяется при сжигании топлива, называется теплотой сгорания топлива. Природный газ является самым удобным видом топлива. его легко транспортировать и подводить к местам потребления при помощи трубопроводов. Перед сжиганием газ не требует никакой подготовки. природный газ содержит 85-98% метана и других углеводородов. Основными примесями природного газа являются сероводород и конденсат жидкие углеводороды. Жидкое топливо. Основным видом жидкого топлива, используемого в цветной металлургии, является мазут, остаток от перегонки нефти. Нефть и мазут представляет собой смесь различных углеводородов. мазут является ценным сырьем для получения смазочных масел и гудрона. Поэтому применение его в качестве топлива в настоящее время ограничено. сжигание мазута осуществляют с помощью специальных форсунок, в которых его пульвизируют сжатым воздухом для лучшего распыления, снижения вязкости, мазут перед подачей форсунки подогревают до 80 градусов. Каменный уголь является продуктом природной минерализации растительных остатков. В зависимости от степени минерализации каменные угли отличаются содержанием свободного углерода, углеводородов, золы и битумов. В цветной металлургии, как правило, используют высококачественные угли с малым содержанием золы, не более 15%. И высоким содержанием летучих компонентов, углеводородов, желательно более 25%. Каменный уголь сжигают преимущественно в виде угольной пыли. Для этого уголь дробят и измельчают до крупности 70-80 микрометров, а затем сушат. Пыль и уголь сжигают в специальных горелках, распыляя его сжатым воздухом. Кокс. Кокс относится к искусственным видам топлива. Его получают путем сухой перегонки специальных сортов коксующих каменных углей при температуре 900-1000 градусов в герметично закрытых камерах коксовых батареях. При коксовании происходит термическое разложение каменного угля с отгонкой в виде газов и паров летучих компонентов. Летучие вещества затем направляют в холодильник, где происходит конденсация ряда ценных продуктов смолы, бензола, аммиака, а очищенный коксовый газ выводят из холодильника и используют в качестве топлива для отопления мартеновских пчей и для других нужд. Кокс является самым дорогим и дефицитным видом топлива. Его применяют только в тех случаях, когда переработки подвергают кусковые и прочные материалы, например, в шахтных печах. и третье по плану лекции огнеупорные материалы. В цветной металлургии широкое распространение имеет пирометаллургические процессы, проводимые при повышенных температурах в условиях сильно агрессивных средств. расплавленных шлаков или солевых расплавов. Для сооружения плавильных печей и ряда других металлургических агрегатов, а также для создания в них внутренней защитной облицовки, которая называется футировкой, используют чаще всего огнеупорные материалы. на славе нам показан кирпич огнеупорный. Огнеупорными называют строительные материалы, выдерживающие без расплавления температуры не менее 1600 градусов. По своему составу они в основном представляют оксидные системы. огнеупорные материалы в зависимости от физико-химических свойств классифицируют по огнеупорности химико-минерологическому составу, химической активности стойкости оксидов по сложности формы изделий и ряду других характеристик. Огнеупорность способность материалов к длительному воздействию температур важнейшее свойство огнеупорных материалов и изделий. По огнеупорности изделия подразделяют на огнеупорные при температуре 1580 1770 градусов, высоко огнеупорные 1772 градусов и высшей огнеупорности более 2000 градусов. По химико-минерологическому составу огнеупорные материалы классифицируют на следующие основные группы. Крым неземистые огнеупорные основы силицем О2 Динасовые содержащие силициум О2 более 90% кварцевые стекла содержащие более 99% силициума О2 Алюмосиликатные огнеупорная основа алюминий 2О3 силициум О2 полукислые 70-80% силициум О2 и менее 30% алюминия 2О3 шамотные 30-45% алюминия 2О3 высокоглимезиомистые более 45% алюминия 2О3 магнезиальные огнеупорная основа магния О магнезитовые более 85% магния О доломитовые содержание магния О кальция О1 к 1 с избытком магния О фарс теритовые магния О силициум О2 содержание магния О 0,94 силициум О2 1,33 шпинельные содержащие шпинель магния О алюминия 2О3 а также хром 2 О3 хромистые огнеупорная основа хром 2 О3 магния О хромистые содержащие хрома 2 О3 в пределах примерно 30% хромомагнезитовые содержащие хром 2О3 от 10 до 30% и магния О от 30 до 40% углеродистые огнеупорная основа углерод грохитовые содержащие 30-60% углерода угольные 70-90% углерода карборундовые на основе силициум С По характеру химической активности оксида служащей огнеупорной основой огнеупоры бывают кислые силициум О2 нейтральные алюминий 2О3 и основные магниок кальцио Важным рабочим свойством огнеупорных материалов является способность сохранять в процессе эксплуатации первоначальную форму и объем В процессе службы огнеупоры могут расширяться подвергаться усадке или деформации Необходимо чтобы эти изменения были минимальными в металлургическом производстве огнеупорные материалы применяют в виде штучных изделий в виде кирпичей блоков огнеупорных растворов обмазок и засыпки чаще всего используют кирпичи огнеупорная промышленность выпускает кирпичи различной формы и размеров И нам на слайде на последнем представлены задания на самостоятельную работу Нужно ответить на следующие вопросы Первый вопрос Дать определение сплошным и вкрапленным рудам И второй вопрос Дать объяснение монометаллическим и полиметаллическим рудам На этом тема закончена Сырье для получения цветных металлов Спасибо за внимание Спасибо